В 86-м году в начале карьеры этого автора-исполнителя сравнивали с Высоцким. Как ты думаешь, Сергей, как он на это реагировал? Я думаю, что такое сравнение — это признание таланта. Встречайте на сцене Олег Митяев. Едешь ли в поезде, в автомобиль, Или гуляешь, хлебнувши венца? При современном машинном обилии Трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария за Москвой речи, Трое везли хоронить одного. Все и шофер получили увечья, Только которые в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, Диакон и тот верхние ноты не брал. Громко фальшивили медные трубы, Только которые в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник В лоб лобзал и брезгливо плевал. Все приложились, А скромный покойник Так никого и не поцеловал. Но грянул гром, Ничего не попишешь, Силам природы на речи плевать. Все побежали под плиты и крыши, Только покойник не стал убегать. А что ему дождь от него не убудет, Вот у живущих сокалка не та, Но о покойнике бывшие люди, Смелые люди и нам не читают. Как не спеши, тебя обережает Клейкий ярлык, как отметка на лбу, А ничего тебе не угрожает, Только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельный, а можно и в общий Мертвых в квартирные вопросы не берет. Ох, молодец, этот самый усопший Вовсе не требует лишних забот. В царстве теней, в этом обществе строгом Нет ни опасностей, нет ни тревог. Но у нас все мы ходим под Богом, Только которым в гробу ничего. Слышу упрек, он покойников славит, Да нет, я в обиде на злую судьбу. Всех нас когда-нибудь кто-то задарит, За исключением тех, кто в гробу. Всех нас когда-нибудь кто-то задарит, За исключением тех, кто в гробу. Спасибо. 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 Спасибо.